Биологические препараты не работают. С вами канал Процветок и я обычный огородник-любитель. По совместительству профессиональный биолог-генетик. Сегодня мы разберемся, где у растений желудок и почему биологические препараты не работают и так пугают садоводов. Начнем с того, что любое новое должно пугать любое живое существо. Так заведено в природой, но только не с человеком. Он готов принимать вовнутрь, мазать на себя и вкалывать в себе все, что угодно. Главное, чтобы об этом было сказано по телевизору или человеком в белом халате. Что слышит садовод, когда ему говорят о пользе биологических препаратов? Если полить грядку некой жидкостью, то все болезни пройдут и будет гигантский урожай. Нет, это так не работает. Эффект будет только при правильном использовании. А для правильного использования необходимо не просто следовать инструкции на биологическом препарате, а понимать механизм его действия. Именно отсутствие понимания механизма действия биологических препаратов и приводит к краху результатов. В принципе, в этом разница между биологическими препаратами и так привычными для нас химическими. С ними все просто. Купили ампулу, когда завелась тля на вашем растении, ампулу эту разбиваем в воду, делаем раствор, опрыскиваем растение и получаем результат. Тля погибает. При этом это происходит очень быстро. Но задумываемся ли мы о настоящей цене такого эффекта? Как этот химикат вообще повлияет на нас с вами? И я уже даже не говорю о влиянии на окружающую среду. Нам абсолютно нет никакого дела долетающих рядом с этим растением полезных насекомых. Если честно, скорее всего, большинство даже не задумывается о пчелах, когда вянут розы. А как это вообще подействует на наш организм? А кто это вообще проверял? Да когда изобретается конкретное соединение, конкретный яд, фунгицид, пестицид, гербицид, его действия проверяют на безопасность. Он может быть абсолютно безопасным, когда его проверяют на культуре человеческих клеток. Хотя сами эти проверки, конечно же, на самом деле весьма поверхностные. Он может быть безопасным в тестовых культурах. Или для тестовых животных, допустим, когда им кормят крыс, собак, обезьян или делают им инъекции. И так далее. Он может быть безопасным. Но у каждого растения свой метаболизм и свой набор ферментов, которые разрушают или видоизменяют каким-либо образом тот или иной химический агент. Тот же пестицид, гербицид или даже комплексное удобрение. И одно и то же соединение, попавшее в два разных растения, у одного остается неизменным, ну или просто разрушается, или просто выводится. А у другого изменится и может стать еще более губительным или вредным. При этом оно может стать вредным уже для человека. А сколько токсичных, собственных соединений может образовать в обычных условиях в принципе вполне съедобное и безобидное растение. Но в ответ на поступление гербицида, который и убивать-то его не должен. Скажем, когда мы избавляемся от травы в посадке картофеля. И уж точно никто не будет проверять, как метаболизируется, то есть изменяется, разрушается, выводится тот или иной яд в каждом растении. Есть просто некие стандартные проверочные эксперименты. И уж, конечно, нет долгосрочных исследований, потому что это никому не нужно. И это долго. Это не так хорошо оплачивается тем лабораториям, которые занимаются экологией. И все же как хорошо видеть эффект сразу же, когда мухи дохнут, еще не долетев до котлет. И ладно, что эти котлеты нам потом есть. А что с биопрепаратами не так? Тут думать надо. А кому хочется лишний раз напрягать мозги? Вот и получается, что мы покупаем их, льем везде и всюду. А результат-то то ли есть, то ли нет. И вот главные ошибки. Первое. Ожидание мгновенного результата. Большинство их действуют медленно, только в совокупности с другими агротехническими методиками. Это и рыхление, и внесение минеральных удобрений, и топрополка. И, конечно же, самое главное, внесение органики. Запомните. Дешевые биологические препараты, а практически все препараты на нашем рынке, таковыми являются. Чаще не будут средствами мгновенного лечения. А чаще будут средствами предупреждения. Они, скорее, созданы для постепенного оздоровления такого медленного почвы. Когда результат будет заметен только через длительное время. Но он будет стабильный. Конечно, есть специальные средства от вредителей, допустим, грызущих или сосущих насекомых. От тли, белянки, различных червецов. От них мы используем препараты типа на основе бациллус тюрингиенсис, типа липидоцида или битоксибацилина. Или более продвинутые образцы, типа антивредитель от фирмы Профит. Но если вы не излечите почву, а значит не дадите растениям возможность своими средствами защищаться от вредителей, то каждый год у вас будет все хуже и хуже результат. И каждый год вы будете покупать дорогие химические препараты. Запомните, каждая тварь хочет жить. И вредителей тоже. Они, как мы, белорусы, в том анекдоте, постепенно привыкают ко всему. Поэтому вывод такой, он простой. Учимся понимать живое, внимательно читаем руководство по использованию и, конечно же, развиваемся на канале Процветок. Вторая ошибка. Это не соблюдение методики использования в плане времени внесения. Внесение в неподходящее время сезона или суток. Как правило, корневые внесения биопрепаратов должны проводиться в вечернее время и уже в увлажненную почву. Это очень важно. Обработка же по листу в сухую погоду, когда не предвещается дождя в ближайшие сутки хотя бы. Можно в утреннее время. Практически все микроорганизмы не выносят открытого солнечного освещения. И к тому же высохший раствор не даст микроорганизму просто передвигаться и размножаться. При этом, если же почва вокруг растения хорошо замульчирована, то корневые внесения можно делать в любое удобное вам время суток. Бактериальные препараты типа синой палочки или грибные типа триходермы, все они будут отлично приживаться и работать под мульчой круглосуточно. Также очень важно делать обработки не в момент, когда ваши растения заболели, а заблаговременно. И даже антивредителям нужно обрабатывать осенью, чтобы весной не было чему ползать по веточкам яблони и откладывать яйца. Триходерму вносим, как правило с органикой, при вспахивании, перед рыхлением или при мульчировании осенную палочку до наступления туманов или накануне похолодания. Так будет идеально. Если стоит сухая, жаркая погода, уже там несколько дней, ну нет смысла лить по раскаленной земле препарат от хруща. Он просто высохнет. А метаризиум сам зажарится. Да, конечно, в некоторых препаратах используются истинные споры, обеспечивающие сохранность. Типа в препаратах фирмы Profit. Но работать он будет дольше. Да и в жару личинки часто находятся на большой глубине, куда не проникает препарат. Поэтому его хорошо использовать при перепахивании, при подготовке площадей для картофеля осенью. И здесь нет равных по использованию, скажем, гранулированных препаратов. Гранулы опускаются при перепахивании на глубину. А если вы одновременно внесли еще и органику, то это прям идеально. Там и еда им будет. И когда та же личинка хруща начнет свое движение с глубины, иногда в несколько метров к поверхности, то на пути уже будет горизонт, заселенный спорами и гифами хищного гриба. Поэтому проводите вспашку по осени с внесением перегноя или навоза. Добавьте гранулы или жидкие препараты уже именно тогда. Третье. Третья ошибка – это несоблюдение дозы внесения. Эксперименты показали нам точные рабочие концентрации для разных бактерий и грибов. В маленьких концентрациях они могут просто не работать. Ну, потому что в почве и на растениях всего такого и так много. Мы должны кратковременно повысить количество нужных нам, вернее растению, растениям, помощников. Уже скоро система придет в исходное равновесие, но работа будет сделана. Однако превышение концентрации тоже не всегда хорошо. Как любая армия, пусть даже и помощников, нуждается в пропитании. И чрезмерно большое количество помощников будет голодать. А голодная бактерия или гриб, как и человек, непредсказуемый. Даже родственники, которых понаехало много и надолго, рано или поздно станут надоедать. Да и все вкусное съедят. А при небольших количествах в земле и фузариум томатом помогает. Поэтому следим за дозой. Четвертая ошибка. В принципе, уже учитывая вышесказанное, внесение любых почвоулучшителей, микоризных, других симбиотических грибов типа триходермы, требует внесения и питания для них. А именно органики. Ну не будет триходерма работать, если ей самой нечем питаться. Поэтому органика и еще раз органика. Если вы посадили картошку на песчаной почве, но не вносили никакого навоза, да что там, даже травы с газона не подбрасываете, то триходерма, скорее всего, будет бесполезна. Пятая ошибка. Использование самоделок. У нас в деревне, в моем детстве, все, кто имел возможность, конструировали мототехнику. Тракторчики на мотоциклетных движках или переделанные списанные транспортные средства. Такого доступа, как сейчас, к дешевым мотоблокам не было. Но там и понятно. Едет, тянет, места для мешков с картошкой достаточно. Уже шедевр. А если еще и стартер есть, вообще блеск. С биопрепаратами так не прокатит. Самому можно вырастить организм, но будет ли он работать, как задумано? Нет. Некоторые блогеры описывают методы извлечения триходермы из различных источников, из трухлявого пня. Но не говорят, что это никому не нужная триходерма. Получается, и вроде же не обманывают людей. Ну триходерма, да. Выделили, да. А вы давайте, страдайте ерундой, потом применяйте. Ничего не изменится. И в итоге вся вера в препараты под откос. А знаете, какой это большой труд на самом деле микробиологов? Из тысяч пней трухлявых извлечь триходерму, извлечь ту, которая будет иметь активность нужных ферментов. Ну, на хоть сколько бы то ни было значимо высоком уровне. А затем отобрать ту, которая легко связывается с растением. Да еще желательно неизбирательно, с огурцами и помидорами. А еще нужно, чтобы росла быстрее фитофторы, или боррелии, или патогены псевдомонады. И полученные грибы, типа метаризиума, баверии, тренируют пожирать насекомых. Они содержатся на специальных средах, обучаясь разрушать хитиновую их защиту. И эта способность очень быстро теряется. Ну, представьте, вот привез колумба-индейца из Америки в Европу. Тот родил сына. И что вы думаете, этот генетический индеец умеет точно томогавку бросать? Нет. А кто-то начинает хвастаться, что сам вырастил баверию. Так, проверьте, этот же гриб уже давно понял, что перловку кушать куда легче и приятнее, чем атаковать мерзкого хруща. А некоторые считают, что замочив сено в воде, можно легко получить биопрепарат. Да, часто это хорошее удобрение, и это действительно сенная палочка. Но она не выполнит все те функции, ради которых вы покупаете биопрепараты. Для того, чтобы лучше понимать, как и когда применять биопрепараты так, чтобы они работали, для начала выясним, почему мы вообще переходим, и вообще весь мир переходит на биологические препараты. Для этого мы разберем самую главную истину, мы ответим на вопрос, где у растения находится желудок. А он ведь есть и у растения. Желудком для растения является почва, вся та почва, в которой находится корневая система растения. А теперь подумайте, хотели бы ли вы, чтобы ваш желудок наполнялся различными химикатами, ядами, а не нормальной, здоровой, привычной пищей. Именно поэтому во всем цивилизованном мире сейчас приходят к пониманию того, что почва – это не грязь вокруг растения, в которой оно просто торчит, а это живая система, которая выполняет роль пищеварительной системы для растения. Связано с растением и взаимозависимо от растения. Да что я говорю про цивилизованный мир, как будто мы дикари. Да у наших предков земля всегда ассоциировалась с чем-то дорогим, с живым. Не зря наши предки говорили, земля матушка, земля уродила, земля прокормит. А сколько богов только было у народов, ассоциировалось с плодородностью почвы. И только последние 80 лет из всей истории мы начали активно травить эту землю. У нас в кишечнике находится огромное количество видов микроорганизмов, я уже даже не говорю, что их совокупный вес измеряется в килограммах, которые формируют наше здоровье, наш иммунитет. Так почему же мы должны игнорировать такие же системы у растений? Эти системы миллионы лет настраивались в процессе эволюции. Так же как и у человека микроорганизмы в почве, в области корней позволяют растению быть здоровыми и дают им легкодоступные органические минеральные соединения. Вот съели вы обед. Думаете, котлетка взяла так и всосалась и поплыла по крови кусочками? Нет. Кто-то же еще даже со школы считает, что еда переваривается в желудке. Нет, только в кишечнике огромные органические соединения, которые нам абсолютно недоступны, начинают распадаться на более мелкие, которые уже могут всасываться клетками кишечника. При этом часть этих соединений идет на корм клеткам бактерий. Они же, бактерии, вырабатывают ферменты, которых нет у нас. Эти ферменты быстрее и тщательнее переваривают пищу, чем наши собственные. Бактерии могут производить любую аминокислоту. У них нет понятия незаменимых аминокислот. Почему я отвлекся на наш организм? Да просто потому, что то же самое делают бактерии и для растений. Почва – это не грязь, в которой торчат растения. Это не то место, где химические удобрения дают питательные вещества. И все. Биологический подход заключается в том, что почва на самом деле – это миллиард живых существ. Которые эволюционировали вместе с растениями, чтобы функционировать, как их пищеварительная и иммунная система. И именно биопрепараты пытаются исправить тот вред, который привносит в нашу жизнь не всегда правильное. Иногда чрезмерное увеличение химии. Если растение достаточно хорошо питается, чтобы накапливать полноценные углеводы, оно не будет атаковано патогенами, такими как фузариоз. Когда растения достаточно здоровы, чтобы накапливать полноценные белки, такие насекомые, как тлябе, лянка, больше не смогут их есть. Когда растения могут накапливать полноценные липиды, растительные масла, мучнистая роса, фитофтороз, перестают их атаковать. А когда растения способны строить сложные эфирные масла, они обладают высоким уровнем устойчивости к любым экологическим стрессам. И не могут атакованы быть даже жуками. Это не теория, а точные полевые эксперименты. Это означает, что устойчивость к вредителям или иммунитет могут быть достигнуты с помощью питания. Питание растений зависит от правильного баланса питательных веществ и сильного микробного сообщества, которое переваривает питательные вещества и делает их доступными растениями. Мы насыпали скошенную травку к растению и видим, как она преет, высыхает и постепенно просто исчезает. Это работает внешний желудок растения. И там не только бактерии, но и грибы, и даже черви. До растения прошло гораздо больший путь в эволюции и стало более совершенным существом в плане пищеварения, пока человек не вмешался в этот процесс. И теперь у растения колики от химикатов, несварение от купороса, а витаминоз от излишних минеральных удобрений. И вот вам биопрепараты. Как мы кефирчик утяпнули или сутрица кашки. А если мы пропили курс антибиотиков, то первые дни обязательно диета для того, чтобы вырастить здоровых бактерий из нашего аппендикса, которые заселяют затем заново весь наш кишечник. Так и растения. Из-за постоянного вмешательства прополками, удобрениями, ядами, микрофлора в желудке растения нарушается как у человека. Становится больше гнилостных, вредных микроорганизмов. Они выделяют токсины. Поэтому мы добавляем биологические препараты. И как всегда, кто-то скажет, что я слишком много говорю. Но понимаете, учитесь выбирать нужную для себя информацию. Можно сказать, как готовить раствор. Но когда вы понимаете, как работает система, вы можете ее улучшить. Придумать и подогнать под использование в каждом конкретном случае. И конечно же, поделиться такой информацией с нами, со всеми на нашем канале. Никогда не будьте подчинены системе. Станьте системой. Помните, что мозг, как любая мышца, может и должен тренироваться. Если есть хотя бы маленькая дачка с парой грядочек, это же шанс быть всегда здоровым. И душой, и телом. Этого я нам всем и желаю. Процветания вам! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова